Ань, можно я расскажу ребятам, что случилось? Да, чтобы они понимали, что происходит. Хотя мы сами не понимаем. Ладно, расскажи, Софиш. Да, давай. Хорошо, Юми, помогай мне. Короче, слушайте. На днях, пока мы все спали, киса Алиса нашла конверт. Там было странное письмо от неизвестного с таинственным ключом. И чтоб выяснить, что это за ключ, нужно было пойти в лес за ворота. Да, за который нам никогда нельзя ходить, потому что про этот лес ходят жуткие слухи. Но киса Алиска все равно ушла. Я, Миша, Эйвен и Юми проснулись и стали ее искать. Миша испугалась и убежала домой. А когда уже проснулась Аня, Мишка ей все рассказала. Аня побежала нас искать и нашла за воротами на входе в тот самый лес. У нас там все время было ощущение, что за нами кто-то следит и смотрит. И вообще там все время какие-то странные звуки. Короче, Аня нашла ключ в снегу и мы решили, что кису Алису похитили. А ключ она выронила. Мы показали Ане еще одно письмо, которое нашли прямо на входе в лес. В этом письме было написано, что чтобы использовать ключ, нужен еще и медальон из какой-то посылки. И нам пришлось бросить поиски киски Алиски, чтобы вернуться домой и открыть посылки. А Эйвен остался охранять ворота на случай, если киса вернется. Или если то нечто, что следило за нами, захочет пробраться во двор. Мы пришли домой, а Миша опять нет. Но мы решили, что она боится и просто спряталась. С самой первой посылки мы нашли шкатулку. И подумали, что это то, что нужно. И вот мы тут и должны найти медальон, чтобы спасти Алиску. И всех нас. Молодцы, девочки. Я думаю, ребята все поняли. А теперь давайте уже откроем эту шкатулку. Что это? Юмя, погоди, не паникуй. Тут какой-то пакетик. А пакетики что? А медальон есть? Ну, в шкатулке точно нет. Она пустая. А вот в пакетике сейчас посмотрим, что там. Давай, Ань, скорее открывай. По-моему, там медальона нет. Видимо, это просто обычная нормальная посылка от Мэджика. Ну что ж, тут вот такая картинка в виде пироженки. Самодельный сквиши мороженое. Еще тут два самодельных розовых сердечка. И какие-то чудики из пластилина. Или это бейсболка, а это осьминог. А это какая-то кошечка, может быть, даже киска Алиска. И мой знак Энни Мэджик. Короче, медальона там нет. Но спасибо Адалине за подарки. Ань, слушай, а у меня тут возник важный вопрос. Очень важный. Ну, спрашивай Юмичу. А, я стесняюсь. Ну ты открывай посылки, а мы по пути поговорим. Странно это Юми, хорошо. Это посылка от Саргаевой Киры, город Салават. Надеюсь, там будет медальон. Посмотрим. Но пока я вижу, что в этом пакете еще один большой пакет. Ну так что, Юмичу? Короче, я это, я хотела спросить, ну, про нашу новую большую собаку. Да, кстати, что ты на это скажешь? А, про нашу новую большую собаку. Так, девочки, давайте по порядку. На нашем общем с тобой канале Мэджик Фэмили сегодня вышло видео. Так, все правильно. Новый ролик на Мэджик Фэмили. И в этом видео ты ездила выбирать собаку. Ммм, да, я увидела и показала ребятам очень много разных собак. Самых разных пород. Все верно, Софи, там было очень много собак. Ну и? И ты почему-то выбирала не из маленьких собачек, как мы. А из больших, большущих собак. Все правильно. Так о чем ты хотела спросить-то, Юмичу? Во-первых, зачем нам большая собака? Софи, ты не Юми. Ну ладно, потому что мы теперь живем в загородном доме и у нас много места. И я всегда хотела большую собаку. А во-вторых, почему ты в итоге выбрала ту бордер колли? А уши? И как вы там, бультерьера? Так, девочки, идите лучше принесите. Ну я первая Мэджик, и где? Нет, Ань, так не честно. Не честно рассказывать Мэджикам, кого я там где выбрала. Во-первых, они сами сходят и посмотрят это новое видео. Во-вторых, вы их практически обманываете. А все потому, что вы сами смотрели ролик не до конца. Вы говорите то, что было в начале или в середине видео, но не дальше. А в-третьих, вы вообще-то обещали привет тому, кто посмотрит новое видео на Мэджик Фэмили. От начала до конца поставит лайк и напишет там комментарий. А мы вот сейчас, между прочим, и передадим привет. А это я, а это Эйван. А дальше уже личные письма. А мы передаем привет Арине Маркуловой. За то, что она внимательно смотрела ролик на Мэджик Фэмили. Мы исполняем обещание. Молодцы, а тут еще в посылке есть конверт на помощь с животным. Тут целых 500 рублей и еще мелочи немножко. Спасибо большое, я обязательно это передам в приют. А вы, ребят, после этого видео потом обязательно сходите туда на Мэджик Фэмили. И посмотрите, как Аня выбирала большую собаку. А где ссылка на этот ролик, вы сами знаете в описании. Лена, ничего, Мэджики не дураки, они все поняли. Давайте лучше поскорее откроем все остальные посылки. Да, давай, давай вот эту. Да, 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 давайте поспешим уже. Это посылка из Нижнего Новгорода. Давай разрезай скорее этот пакет, вдруг там медальон. В пакете больше ничего нет. В письме написано, что это от Лены. И тут целый набор самых разных слаймов для всех вас, 5 штук. Отлично, они пойдут на нашу жоприку про антистрессы. Да, оленю спасибо. Аня, давай вот эту вот откроем. Хорошо, Софиш, да, давайте скорее, нам нужно торопиться. Это посылка из Казахстана, город Актобе или Актобе. В пакете была вот такая вот коробка. Может быть, это та самая посылка, которая нам нужна? Может быть, в ней будет медальон? Написано от Салтанат. Давай, Аня, открывай скорее. Открывай, открывай, так, посмотрим. Так, что тут у нас, чем пахнет? Кажется, тут пахнет едой. Ой, Юмич, у тебя вечно лишь бы пожрать что-нибудь. Сама такая ты, тетя Софи. Так, девочки, не ругайтесь, я кажется, поняла, откуда пахнет. Тут есть пакетик, написано питомцем. И в нем много конвертиков для всех вас. Юми самый модный покемон. И там желтое лакомство, то есть все подобрано по вашим цветам. Самая милая и добрая Миша Лайк. И зеленая вкусняшка. Блин, где же наша Миша Лайк? Не переживай, Софи, мы всех спасем. Вот пакетик для кисы Алисы, самому милому и игривому кота-монстру. И там тоже еда для нее. Синий цвет самому крутому пацану Эйвену Бро. И розовая самой красивой собаки Софи-сан. Вот видишь, Юмич, я самая красивая собака. Ну и что, я зато покемон. Вы уж простите, девочки, но вкусняшки у нас кушать нет времени. Тут еще есть личные письма, я их прочитаю и расскажу об этом потом в наших инстаграмах. А еще тут пакетик для меня. Конечно, вкусняшки времени кушать нет, а пакетики для себя разглядывать есть. Вот именно. Эй, не жалуйтесь тут, давайте, мы ваши подарки тоже разглядываем. Короче, тут для меня блокнотик и ручка с фламинго. Ммм, прикольненько, но тут еще, по-моему, что-то есть, Аня. Может, там есть ли район, проверьте? Тут какой-то пакет и на нем тоже написано Аня. Давай, скорее, посмотри, что в пакете. В пакете календарь и старинная книга в детские годы называется. А еще значок Казахстана и флажок страны. И больше там ничего нет. Спасибо большое тебе за подарки. Да, а теперь давай скорее открывать следующую посылку. Ой, эээ, флажок упал. Вроде немного осталось, давайте вот этот пакет. Он от Джамалудиновой Нарины из Майкопа, Республика Адыге. Тут было очень много самых рисунков нас и не только. Вот такая вот красивая яркая тетрадочка, в ней медальона нет и блокнотик с фламинго. Спасибо. Аня, слушай, у меня какое-то предчувствие насчет вот этой вот посылки. Надо открыть ее. Давай, скорее. Хорошо, хорошо, Софиш, давай посмотрим. Это отшитого ники, город Минск, Республика Беларусь. Кстати, Аня, насчет Беларуси. Да, Софиш, я поняла, о чем ты. Недавно вышел ролик на Мэджик Фэмили, где мы на Мэджик Мобиле ехали через всю Европу в Англию, чтобы отвезти на собачий Оскар одну из собак. И мы проезжали Беларусь. И я сказала в видео Беларусия. И все писали в комментариях, что ты глупая и не знаешь, как называется правильная страна. Но это же не так, да? Ну, расскажи. Дело в том, что когда я была маленькая, она называлась Белорусия. И мы так в школе учили, поэтому я по привычке сказала именно так. О, какой милый сквиш и уточка. Уточка собираю я, утки мои. Жалко, ее нельзя скушать, что-то кушать хочется. Юми, тебе, по-моему, вечно кушать хочется. Короче, с одной стороны, мне нужно перед всеми ребятами извиниться, вы уж простите. А с другой стороны, я сказала так, потому что так меня учили в школе. А ребята, наверное, еще такие маленькие, что они не жили тогда, когда она так называлась. Видимо, да. Смотрите, какая бутылочка красивая с брюшкой. А еще там блокнотик с котиками, как ты любишь. Наши мэджики, когда узнали, что я собираю все с ламинго, столько мне всего надарили, что у меня коллекция просто гигантская. И я решила больше не собирать фламинго. Ну, зато теперь мне нравятся котики. Ладно, молчу. Киски-алиски, что это такое, Ань? Может, это медальон? Нет, я думаю, это игрушка для киски-алиски самодельной. Эй, можно, можно ее съесть? Бумагу же можно есть? Можно я ее посудю? Ну, пожалуйста. Юмичу, мы доделаем дела и все обязательно покушаем. Хорошо? Не дуйся. Тут еще есть письма для всех. Сердечко вашего канала Мэджик Пэтс. И все мы нарисованы в очень прикольном стиле. И я тоже тут есть. Да, прикольно, спасибо большое. А мы продолжаем искать медальон. В пакете от Ангелины из Тулы личное письмо для меня. Я его прочту и расскажу об этом в инстаграме. Вот такой вот красивый рисунок кисы-алисы. Подпишись на канал, написанный. Она очень красиво рисует, смотри, как тебя нарисовала. Да, и правда, очень красивые рисунки. Еще одна киска-алиска и тетрадка для кисы-алисы в школу. Она, наверное, очень любит кису-алису. А тут что за мелочи? Сейчас посмотрим. Может быть, среди них есть медальон? Карандашик фламинго. Вот такие вот куколки девочки. По-моему, это Монстер Хай, если я не ошибаюсь. Конфеты? Юми, это человеческие конфеты. Тебе такие конфеты нельзя. Заколка для меня. Что-то непонятное, типа... Типа смайлика? Если честно, я не знаю, что это такое. Полотенце. Мэджик Тауэл. Это потому что на нем написано Мэджик. Помните, мы проводили эксперимент с таким полотенцем? В общем, вкусняшки и какое-то яйцо, в котором... Может, внутри яйца медальон? Юмичу, тут и правда есть что-то похожее на медальон. Но мне кажется, что это просто подарок. Это никак не относится к этим загадкам. Надо проверить его на съедобность. Вроде бы, вроде бы это несъедобная какая-то штука. Я думаю, это диайвай-украшение, и это не связано с нашими записками. Спасибо большое. Следующая наша посылка из города Вельска. От Кати Зе написано на пакете. Давай посмотрим, что там в пакете. Открывай скорее, высыпай, давай. Ай, чего тут только нет, а еще пакеты другой девочки. Во-первых, тут какая-то странная игрушка, карандаш, на которой намотаны чупа-чупсы. Хм, странно, чупа-чупсы для людей, а игрушка похожа на самодельную игрушку для киски Алиска. Да, скорее всего. Еще тут вот такой вот мягкий фламинго. А еще тут есть мячики. Так, отдайте мне мячики, не надо их грызть, потому что вы их разгрызаете на мелкие кусочки, и потом можете ими подавиться. Я уже говорила это ребятам, чтобы они не присылали такие маленькие мячики для вас. А вот это вот, ой. Спиннер в твою коллекцию спиннеров. Сколько их у тебя уже? Лайк для Мишани. Вот такое вот прикольное сердечко. Возможно, тоже самодельная куколка. Еще три чупа-чупса. Давай еще вот этот пакетик откроем. Погоди, тут какая-то странная штучка. Может быть, это тоже игрушка для киски Алиски. Внутри конфеты. Хм, а вот это, видимо, новогодняя игрушка самодельная. А что вот той, вот в той желтенькой пирамидке? А в желтенькой пирамидке всякие разные мелочи, похожие. Браслетики, резиночки, значки. Еще есть вот такой пушистик фламинго. Короче, чего там только нет. Теперь давайте попробуем пакетик от Алины и Насти. Там снова вот такие мячики. Резинка для волос. Какая-то маленькая, миленькая игрушечка. Карандашик в школу для Юмики с Алисой. Еще один мячик. Это что такое? Сердечко. Я так и знала. Это зеркальце. Холодное сердце. Это письмо, мячики, троллик маленький и вкусняшка человеческая. Не для вас. Спасибо большое, девчонки. Но мы до сих пор не нашли медальон. Давай, а не еще одну посылку. Я начинаю терять надежду. Посылка от Корюковой Даши, город Екатеринбург. Так, с этой посылки было. Точнее, не было никакой еды. Вот такая вот книжка, котенок-звездочка или двойной сюрприз. Кто читал, напишите в комментарии. Мягкая игрушка, розовая свинюшка. Что вы там ищите, девочки? Вдруг там есть что пожрать. Юлия вечно думает только о еде. Зато там есть вот такие вот очки. Как мне? Затем я нашла, вот что. Что это такое, покемон? Это ты забыла из пакета достать. Это брелок улыбающийся эмоджи. Эмоджи желтые, значит будет май. А еще тут много всяких писем, записочек, открыток в виде фраз из диалога. С Новым Годом вот. Просьба передать привет на канале Мэджик Пэтс. Даши Кориковой и Ксюши Саютиной. Стикер, на котором типа ваши характеры. Надпись Мэджик Фэмили. Прикольная ручка. Ластик, какулька. Ластик, какулька это прям про Юмичу. Магнитная закладка. Кстати, тут есть еще один ластик. Чуть, Соси меня подкалывает. Ой, да ладно тебе, Юми, еще два слайма розовый и голубой в нашу рубрику с антистрессами. Спасибо большое. Скажите, если бы не шутила про меня и какульки. Следующая коробка у нас от Корсаковой Ольги Сергеевны из города Москвы. Я думаю, что это, наверное, мама того, кто отправлял эту посылку. Но, похоже, в письмах никаких данных больше нет. Да, Софиш, есть список того, что в посылке. И даже проект нашей комнаты, вкусняшки для собак. Какая-то веревочка с картонкой на ней. Я думаю, это очередная игрушка для Киски Алиски своими руками. А по-моему, там в коробке еще что-то есть. Будем играть с Киской Алиски. Когда она найдется, тогда и будем играть. А, ну, посмотри, вдруг там медальон. Нет, Софиш, медальона тут нет. Зато есть кто-то из пластилина, у кого отвалилась голова, пока он ехал. Видимо, это Киса Алиса. Вот, блин. Получается, у нас больше нет посылок. И медальон мы не нашли. А, нет, я точно слышала, как кто-то зашел в дом. Блин, что нам теперь делать? Тихо, тихо, девочки. Мне кажется, это за дверью в эту комнату. Я сейчас открою и посмотрим. Ой, ой, что случилось? Миша, Эйвен. С первым апреля никому не верю. С первым апреля никому не верю. С первым апреля никому не верю. Это все был большой розыгрыш? Это Киска Алиска придумала. А потом еще и Мишу с Эйвеном подключила. Классно. Мы вас разыграли, да? Очень смешно, Киска Алиса. Мы все напугались. Я равно прикольный розыгрыш. Аня, они нас разыграли. Разыграли нас, представляешь? Ну, вы даете. Хе, ну, классно же получилось, да? Мы за них боялись, а они нас разыгрывали. Ну, ладно, Эйвен, ничего, посмотрим, как ты будешь разыгрывать большую собачку. Вот именно. Чего? Чего? Какую еще большую собачку? Я что-то пропустил? Да, ты пропустил новый ролик на канале Мэджик Фэмили. Так, все, ребят, нас разыграли, но вы не выдавайте секреты нового видео. Так что Мэджики сами сходят его и посмотрят. Не похоже на розыгрыш. Я тоже хочу посмотреть. Эй, ссылка, ты где? Я знаю, ты где-то там внизу.